МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В доме в Ясашной Ташле Владимир хранит большую экспозицию своих находок. И это не только экспонаты военных лет. Некоторые предметы быта датируются III веком. Битая посуда – это где-то III-IV век. Это сарматы. Это было найдено на Кубани. Там, где я сам с Кубани, с этих горшков и началась вся наша история. Рядом с горшками и военная атрибутика Древней Руси IX века – шлем, кольчуга и меч. Главной своей находкой поисковик считает уникальную пряжку «Рыжий таракан», датируемый VII веком. Находка была найдена в деревне Кивать. Вот ни у кого в Ульяновской области, даже в музеях, такой пряжки нет. Она из кожаной сумки была, и на этой кожаной сумке должно было быть две этих пряжки. Ну вот я только одну нашел, вторая, может, где-то рядом лежит. Ну, факт то, что она символизирует «Рыжий таракан» символ богатства. С Кубани Владимир привез и оружие времен Кавказской войны XIX века. Пули, наконечники стрел, черкесский кинжал, турецкое ядро. Наш герой – постоянный участник акции «Вахта памяти», где поисковые группы выезжают на те места, где проходили битвы времен Второй мировой войны, чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле боя. Благодаря своему участию экспозиция Владимира пополнилась военным оружием. Винтовка и ППШ были найдены под Ленинградом. Удалось собрать полное обмундирование советского солдата 1941 года. Шинель, гимнастерка, балаклава, перчатки и каска. Также Владимир собрал большую коллекцию вещей немецких солдат. Талоны на еду, продать эстаты, фотографии и даже пропуски в плен, напечатанные на русском языке. Поисковик – это не только призвание. Поисковиком может любой стать. Главное, чтобы у него в душе это все было. Именно за свою родину, за свой народ. Потому что, как говорится, пока последний солдат не найден, война у нас не закончена. Со своей выездной выставкой Владимир ездит в школы, колледжи и университеты. Знакомит подрастающее поколение с бытом наших предков. Рассказывает об интересных случаях и своей практике. В День Победы Владимир вместе с женой планирует организовать в центре Гесашной Ташлы большую экспозицию, полевую кухню с солдатской кашей и даже реконструкцию боя. Дарья Сударева, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова